Друзья, всем привет! Я Димас, вы на канале Куус Брайзер Хукс и будем сегодня готовить тыкву. Такая тыквка у нас еще с прошлого года осталась. Сегодня будем тыкву эту запекать, подавать с творожным сыром, с орехами. Приступим, что нам понадобится. В первую очередь сейчас будем чистить тыкву. Для этого используйте лучше всего обычную овощечистку. Самый удобный способ чистки. Лучше я не нашел пока способа. Если вы, кстати, если вы как-то чистите тыкву, напишите как. Либо просто ножом, либо еще каким-то способом. Ну, просто интересно. Такая тыквка получается. Х**ная рука. Вычистили, удалил семечки. Нарезаем дольками. Где-то по сантиметру. Можно потолще. Вот таким вот макаром. Конечно, лучше возьмите тыкву, чтобы она была более съедобная, сладкая. Если так можно сказать. Кормовые сорта не очень пойдут для этого. Потому что она должна все-таки быть какая-то вкусная. Нарезали вот так тыкву. И все, в принципе, у нас будем сейчас жарить ее. Опять же, можете не поджаривать, сразу убрать духовку. Ну, как бы, когда вы ее немножко обжарите, она потом в духовке не так расползется, а будет просто запекаться. И сверху колер еще больше даст. Дадим маслице немножко растительного. Ждем сейчас хорошо нагреется и будем жарить. Так, ну вот у нас сковородочка наша задымилась. И кладем нашу тыкву. Жарим обычным способом переворот. Солить бессмысленно сейчас, как бы. Лучше потом, когда будете запекать, присолите немножко. Она, как бы, в процессе выпекания, она соль немножко растает, уйдет туда. Ну, вот смотрите, поджаривается она. У меня на максимальном огне стоит. Масла не так много налил. Ну, постепенно поджаривается. Как бы, нужно добиться, чтобы она немножко хотя бы корочка. Она же запечется еще. Но не будет так распадаться в духовке потом, как бы. Ну, естественно, будет. Она будет мягкой по-любому. Ну, аккуратненько, с помощью помощницы, вот такой лопатки. Можно все аккуратно достать и выложить. Ну, вот таким способом, вот смотрите, колернулось. В принципе, можно уже вот сейчас последний раз и перекладывать на поднос, на противень, в котором вы будете уже в дальнейшем запекать. Видите, красивая какая, достаточно получается. Она еще запечется в духовке. Будет вообще, мне кажется, бомбическая штука. Ну, вот смотрите, обжарилась такая вот красивая у нас получается тыква. И выкладываем в произвольном порядке, ну, чтобы он друг на друга не налазило рядышком. Все наши кусочки тыквой. Ну, вот так. Чтобы у вас на противне все уместилось. И дальше продолжаем жарить, обжаривать нашу тыкву в таком же порядке. Все, выжарим. Мы обжарили нашу тыкву. В сковородке немножко соли присыпем. Слеганцовички так. И маслом польем. Да, масло авокадо, да, оператор мне. Спасибо, подсказать. И все, уберем наш духовочный шкаф для запекания. Ну, вот, смотрите, мы поставили на 200 градусов. Чуть-чуть меньше уберем. Верх-низ, как обычный режим. Вот, и ставим на нижнюю. Можно потом на верхнюю поставить полочку. И закрываем, ждем минут 20. Ну, до полного размягчения. 30, может быть. Прошло вот полчаса, как я сказал, примерно. 200 градусов, 200, 150. Мы чуть-чуть вот так играли с температурой. Тоже играйте. Все зависит от вашей печи. В чем вы выпекаете. Ну, мой совет обязательно запеките. Потому что если на сковородке у вас не получится, так как печеные, но вкуснее, ароматнее получится. По желанию можете скинуть разные специи. Мы не кидали какие-то специи, добавили масло и чуть-чуть присолили. Как бы нам хочется добиться просто вот этот натуральный вкус тыквы. Очень нежно и разваливается. Из-за этого обязательно возьмите какую-то лопаточку. Или какой-нибудь мастерок, чем вам удобно будет это помогать, выкладывать. Чтобы создать какую-то эротичную картинку на тарелочке. Такие полумесяца. Выложите куда-нибудь творожный сыр здесь. Красиво. И орехи вот бундернули мы разные. Посыпем немножко орехами. В принципе, вот готово такое вот блюдо. Можете украсить какой-то зеленью, если у вас там есть какими-то там корешками. Ну, в принципе, оно и так эротично смотрится. Не буду портить наше блюдо. Сейчас банда придет. Наш будет пробовать все это все. У нас осталось на противне. Немножко этой тыковки. Вот попробую отсюда. Посыплю орешками прям сверху. Что вкус ощущать полный. Запах приятный вообще. Такой печеный тыквы. Это просто классно. Она нежная, тает. Даже не скажешь, что это тыква на самом деле. Очень обалденно вкусно. Реально очень просто делается. Тыква у нас сорт не помню какой был. Но она не кормовая, очень вкусная. Сочетание с творожным сыром просто обалденно. Еще орешки, когда сверху. Это вообще божественно. Нежная диетическая еда. Девочки, для вас. Попробуйте приготовить такое блюдо. Пишите обязательно в комментариях, если вы готовили уже дома какое-нибудь такое блюдо. Всем приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь, кому видео понравилось. С подписчиков лайки, дизлайки. И все. Всем здоровья. Главное, берегите себя. Увидимся на канале. Пока-пока. Пока-пока.